1773 год. 19-летний Людовик XVI серьезно увлечен ремеслом слесаря. Он много времени проводит в своей мастерской, делая замки и ключи. Однажды в Версале случился пожар. Король не растерялся. С помощью своих ключей он вскрыл запертое помещение и огонь быстро затушили. Так начиналась история замкового ключа. Для справки. Первый ключ был найден в Египте в гробнице фараона Рамсеса II. В Древней Греции ключи были более метра в длину и носить их приходилось на плечи. В Древнем Риме изобрели первые ключи с бородками. Некоторые из них были снабжены кольцом для ношения на руке. Ключ всегда являлся признаком власти. На гербе Ватикана изображены ключи от Небесного Царства, который Иисус Христос передал апостолу Петру. Сегодня у каждого мэра есть символический ключ от города, которым он управляет. В Дубнинском музее, например, хранится ключ весом 4 килограмма. На нем вензель Васильковского укрепления и царя Николая. Ключи были на очень многих гербах. В эпоху Возрождения изготовление ключей было выгодным и ценным делом. Ключным ремеслом занимались даже ювелиры. Таким ключом, который, казалось бы, очень легко подобрать, все равно открывались жилища, потому что даже такой ключ сделать по технологии тех времен – это была большая проблема. Чтобы стать замочным мастером, необходимо было три года проходить в учениках, затем несколько лет в подмастерьях. По окончании обучения подмастерье должен был выполнить оригинальную работу. Ключи делались в самых неожиданных формах, делались в формах животных, делались с христианской символикой для того, чтобы не просто ключ был, а еще и оберег от злых духов. Были ключи с печатью, ключи с секретом. В полном стержне можно было хранить снадобья, яды, корреспонденцию. Были складные ключи от тайников. Была специальная профессия – ключник, который отвечал за открывание дверей в больших домах, в средневековых больших замках, королевских замках. И отсюда пошла еще одна очень интересная традиция – камергер. Будь он самого даже знатного рода, все равно на поясе висел ключ. Со временем в профессии ключника многое изменилось. С появлением фабричного производства ключи из штучного товара превратились в ширпотреб. Это все уже отживает свой век. Скоро уже будет электроника у каждого. И так как мы сейчас разблокируем наш сотовый телефон, так, наверное, скоро мы будем разблокировать и наши квартиры.